Здравствуйте! День города в эфире второго канала в студии Екатерина Зубкова. Сегодня в нашем выпуске. Реконструкция социальных объектов, создание новых рабочих мест, оптимизация производства. Пресс-конференцию провел председатель горисполкома Владимир Цумарев. Не попадите в ловушку интернет-мошенников. Вирус блокировщик вновь в компьютерах могилевчан. Выставка «Робо-арт» открылась в городе. Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев провел пресс-конференцию для представителей СМИ, во время которой поделился планами на грядущий год. Самым главным событием года мэр города назвал празднование 750-летия Могилева, подготовка к которому уже началась. Так будет проведен капитальный ремонт площади Славы и завершится общая реконструкция улицы Минское шоссе. В том числе в планах реализовать концепцию художественного оформления въезда в Могилев по Минскому шоссе. Это украшение фасадов зданий, благоустройство транспортного кольца, его озеленение и строительство триупальной арки с подземным переходом. В Подниколье начнется строительство центральной лестницы с каскадным фонтаном. Кроме того, будут реконструированы три моста и путепровод через железнодорожные пути по улице Сурганово. Медленно, но верно «Строммашина» и «Веснянка» возвращаются в строй. По итогам за 2016 год объем промышленного производства завода «Строммашина» увеличился в 4,7 раза по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. А швейные фабрики «Веснянка» в 1,3 раза. Кроме того, по итогам 11 месяцев 2016 года предприятие «Строммашина» обеспечило безубыточную работу. А в Могилевский горисполком перестали поступать обращения граждан с жалобами по вопросам деятельности названных предприятий. Если в 2015 году там постоянно были проблемы, вы знаете, с зарплатой и так далее, нету задолженно по зарплате, и сегодня они работают стабильно. Обезопасьте себя, не попадите в ловушку интернет-мошенников. В последнее время участились случаи, когда вирус-блокировщик под названием «Бинлок» снова попал в компьютеры могилевчан. Как нужно себя вести, если вы попались на удочку, узнаем в нашем сюжете. Внимание! Ваш компьютер заблокирован за просмотр и хранение запрещенных видеоматериалов. Из года в год могилевчане сталкиваются с проблемой мошенничества в интернете. И как бы ни старались сотрудники внутренних дел справиться с этой проблемой, мошенники находят все новые и новые способы. В последнее время участились случаи, когда пользователям компьютеров персональных, подключенных к сети интернет, приходят сообщения якобы от имени МВД Республики Беларусь, в котором требуется оплатить штраф за правонарушение, связанное в сфере детской педофилии, порнографии, то есть за распространение данной продукции, либо за ее законное копирование. Некоторые граждане сразу же направляются в отделение банка, в банкоматы и оплачивают данный штраф. Хотя МВД, не милиция, не имеет никакого отношения к данному штрафу. Как пояснили в ОВД, такие действия зачастую проводят люди, которые находятся за границей Республики Беларусь, но есть и те, которые находятся в Беларуси. Смысл в чем? Пользователь обращается на определенные интернет-ресурсы, в данных случаях в основном это порнографическое содержание сайта, после чего происходит перенаправление на ресурс, где отображается данное окно. Ранее блокировалось полностью рабочий стол Windows. В последнее время происходит блокировка только браузера. На рабочий стол выводится сообщение с просьбой оплатить штраф на предоставленные реквизиты. В основном это мобильные телефоны и интернет-кошельки. В случае отклонения от уплаты, как говорится в сообщении, все материалы будут переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Что нужно делать и как себя вести, если на вашем компьютере обнаружен вирус? Гражданам ни в коем случае нельзя оплачивать штраф. Незамедлительно сразу необходимо сообщить о противоправных действиях в милицию и ограничить доступ к компьютеру посторонних пользователей до того, как прибудут сотрудники милиции. Дорогие могилевщане, будьте внимательны и бдительны. Не попадайтесь на удочку мошенникам. Реконструкцию родильного отделения городской больницы скорой медицинской помощи планируют завершить к концу текущего года. Об этом на прошедшей пресс-конференции сообщил председатель могилевского госполкома Владимир Цумарев. Комплекс работ предполагает перепланировку палат, вентиляционных и отопительных систем, перегородок, полов, стен. Что касается других объектов социальной сферы, в 2017 году продолжится строительство детского сада в Казимировке, реконструкция средней школы номер 12, ремонт неврологического отделения в больнице номер 1, а также планируется ввести в эксплуатацию новый корпус онкологического диспансера, в котором разместятся 8 современных операционных, реанимационное отделение и централизованное стерилизационное отделение. К 2020 году Беларусь планирует полностью перейти на безвозмездное донорство крови. Инициатива разработана Всемирной организацией здравоохранения и уже успешно реализуется во многих странах мира. Идею безвозмездного донорства активно поддерживают и в нашем городе. Акция добровольного безвозмездного донорства крови провели в Могилевском областном онкологическом диспансере. Поделиться каплей жизни пришли 40 медицинских работников учреждения. Ежедневно эти люди спасают своих пациентов. И кому как не им знать о важности наличия донорской крови. Количество онкологических заболеваний растет с каждым годом, причем во всех возрастных группах. Химиотерапия, как один из методов лечения онкологии, убивая клетки рака, одновременно губит и клетки крови. Хирургическое лечение часто предполагает проведение сложных операций с большой кровопотери. Воспомнить утраченные составляющие крови и спасти жизнь пациента зачастую невозможно без переливания крови от донора. В последний год начата активная работа с родственниками пациента. Тем больным, которым предстоят большие обширные операции с кровопотерями, мы беседуем с их родственниками. Объясняем необходимость и существование вот этой системы безвозмездного донорства. Предлагаем им обратиться на станцию переливания для заготовки крови. Возможно, эта кровь будет не именно их родственнику, она поможет другому. Другой пациент даст и поможет их родственнику. И таким образом мы обеспечим медицинские учреждения стратегическим запасом крови. Вся процедура сдачи крови занимает не более 10 минут. Донорство начинается с регистрации, проверки возраста и паспортных данных. Затем берется кровь из пальца на опаснейшие болезни. Доктор проводит медицинский осмотр, измеряет пульс и давление. И только потом проводится донация. В 2015 году в Беларуси был подписан закон о внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам донорства крови и ее компонентов. В котором указано, что выполнение донорской функции должно осуществляться на безвозмездной основе. С момента подписания закона количество безвозмездных донаций увеличилось в Республике почти на треть. Высокий показатель безвозмездной сдачи крови и в Могилеве. В прошлом году за время проведения акций 39% от общего числа сдавших кровь сделали это совершенно бесплатно. К 2020 году Беларусь полностью перейдет на безвозмездное донорство. Раньше, как вы понимаете, была введена плата за кровь. Но кровь не товар, который получают деньги. Считается, что это неэтично. И торговать человек своей кровью не имеет никакого морального пара. Донор от слова «дарить», подарить какую-то частицу себя, оказать помощь тому человеку, который нуждается в переливании. Особенных людей, которые живут во имя спасения чужой жизни в Могилеве, становится все больше. Как и людей, которые не раз про себя говорили «спасибо» тем неизвестным, кто подарил им самое бесценное – возможность жить. Главный архитектор города Владимир Скащик представил схему развития Подникольского парка с устройством входной лестницы со стороны площади Орженикидзе в районе автозаправочной станции. Согласно концепции, лестница представляет собой 27-метровый спуск к центральной аллее парка с каскадом фонтанов, площадками для отдыха, ротондами и цветочными композициями. Сама территория парка будет условно поделена на тематические зоны. Появится площадка для детей, для тихого отдыха, а также аллеи для молодоженов с микрозоной для свадебных фотосессий. Парк оборудуют пешеходными и велосипедными дорожками, украсят клумбами, фонтанами, малыми архитектурными формами. К реализации проекта планируется приступить, как только позволят погодные условия. Надеюсь, что те планы, которые у нас есть, мы реализуем в самые сжатые сроки. Хотелось бы максимально сделать к празднику города. И надеюсь, что нам окажут существенную помощь трудовые коллективы и общественность города. Я хочу, чтобы мы с общими усилиями действительно в текущем году сделали рывок по созданию такой зоны отдыха в Подниколье. Проект активистов Центра городских инициатив «Время собирать камни» в скором времени стартует в Могилеве. Его главная идея – обозначить оборонительные укрепления существовавшего в XVI-XIX веках Могилевского замка. Могилевский замок – один из интереснейших архитектурных памятников в Беларуси. К сожалению, его невозможно увидеть сегодня. Замок был возведен на холме при слиянии реки Дубровенки с могучим Днепром, где сейчас располагается парк имени Горького. История Могилевского замка лучше всего известна с XVI по XIX века. Замок был одним из самых мощных и вооруженных укреплений на территории Беларуси. Семь башен были соединены крепостными стенами, имевшими три яруса. Изначально стены и башни были деревянные. Замок был сожжен во время казацкого восстания. Его реконструировали, однако впоследствии он не раз подвергался разрушениям. В начале XIX века замок был уничтожен. Утратив одно из важнейших архитектурных достояний Могилевщины, активисты Центра городских инициатив предложили реализовать проект «Время собирать камни». Идею воссоздать контуры исторического сооружения выдвинул общественный деятель, журналист и член Центра городских инициатив Елена Борисова. Предложение поддержал мэр города Владимир Цумарев. У нас есть балансодержатель парка Горкова, это наше предприятие Могилев-Зеленстрой. Поэтому я думаю, что в ближайшее время они подготовят соответствующие контейнера или площадки, как будут. И мы в городе поставим в микрорайонах, на той же улице Ленинской поставим, в том же парке Горкова поставим такие большие контейнера. И все желающие будут проходить и проносить туда камни. Принять участие в акции «Время собирать камни» может каждый желающий. Кому не безразлична история родного города. Идея, чтобы каждый житель города мог принести камень, валун, любой булыжник, положить его в специальный контейнер и таким образом зафиксировать свою причастность к городу. В настоящее время проект еще находится на стадии разработки. И уже в ближайшее время будут известны его дополнительные детали. Сейчас непосредственно ведется работа с историками и архитекторами над созданием эскиза Могилевского замка. Инициативу планируется реализовать к празднованию 750-летия Могилева. Вдохнуть в старые вещи новую жизнь. В Могилевском краеведческом музее имени Романова впервые открылась выставка футуристических роботов. Все они созданы всего одним человеком и из совершенно разных подручных средств. Алина Бабурка расскажет подробнее. Выставка футуристических роботов робо-арт – это не версия железного человека или терминатора. Хотя сама рука культового робота 90-х на выставке присутствует, выставка робо-арт – это в первую очередь искусство. Искусство того, как можно превратить забытые и ненужные вещи в арт-произведения. На выставке представлены совершенно разные роботы от мала до велика. Здесь можно увидеть героев экспозиции и в человеческий рост, а можно насладиться и небольшими работами. В выставочном зале музея представлены технические объекты, киберруки, оружие, насекомые, а также сказочные персонажи. Каждая работа уникальна и имеет свой секрет создания. Например, мужчина на квадроцикле состоит из электрочайника, кнопочного телефона и телефонных трубок, а колеса квадроцикла – это обычные грамм-пластинки. Маленькая скульптура дамы с собачкой создана всего лишь из бутылки, проволоки и небольших радиодеталей. В старых бытовых предметах, а это могут быть и пылесосы, и кофеварки, и чайники, и старые диски, и винчестеры. Перечислить все невозможно, и это выливается в образы. Очень узнаваемые образы. У нас есть и Рудакоп, у нас есть и Ратибор, у нас есть Стражник. Это большие модели роботов. У нас есть и рука Терминатора, очень популярная и известная на всем по фильму. У нас есть мега-рука. Трудно поверить, но всю экспозицию создал всего лишь один человек – брестчанин Александр Гадун, который вот уже несколько лет посвящает себя любимому увлечению. Человек, такой как Александр, достаточно талантливый и талантливый во всем. Не отказавшись и от своей детской мечты, не придав своей мечте фантастику. Творческий человек умеет разнообразить свою жизнь вот таким творческим. Работает он дома, у него нет специальной мастерской, у него нет специальных технологий. Все его материалы – это старые бытовые предметы, множество деталей, клей, болты, где-то паяльник. И получается маленькое чудо. Организаторы выставки надеются, что каждый гость экспозиции сможет найти здесь что-то свое. Может, у кого-то возникнет идея покопаться у себя на чердаке и также превратить вещи, которые уже потеряли свою ценность, в маленькое произведение искусства. Продлится выставка фотористических роботов «Робо-Арк» до 2 апреля. 4 февраля с 13 до 16 часов в Могилевских школах и гимназиях проведут день открытых дверей для выпускников. Все желающие смогут встретиться с учителями и одноклассниками, принять участие в концертных программах и письменно высказать свои признания и пожелания родному городу или школе. Сказать теплые слова любимым педагогам уже спешат жители нашего города. Рубрика «Беседка» в нашей программе. Добрый день, уважаемые коллеги, преподаватели школ, институтов, техникум. Поздравляю вас с таким прекрасным праздником, как встреча выпускников. Все были выпускниками и, конечно же, у нас много выпускников. Поздравляю вас всех, желаю вам хорошо встретиться, провести вместе время, поделиться хорошими идеями и, конечно же, встретить своих бывших учеников. Очень здорово, очень люблю эти встречи, обожаю просто видеть своих выпускников и рада за успех каждого из них. Поздравляю учителей 11-й школы города Могилёва, областного лицея города Могилёва с наступающим днём встречи выпускников, выпуск 99-го года. Это замечательный праздник, поэтому я поздравляю всех учителей, особенно выпускников средней школы номер 35, в которой я тоже много лет работала. Желаем успехов, здоровья, прекрасного настроения, чтобы их никогда не огорчали их близкие, чтобы они помогали всегда тем, кто рядом, чтобы они помнили о своих учителях и не забывали дорогу в школу. Всех благ, Валентина Геннадьевна. Конечно, в любом случае, даже белорусских, бывших, настоящих и будущих выпускников хочется поздравить. И вообще хочется, чтобы они не забывали свои школы, своих учителей. Вы знаете, это очень приятные вообще воспоминания о школе, много интересного. И с возрастом эти воспоминания становятся всё ярче. Так что пусть выпускники празднуют свой праздник, поздравляют своих учителей. Желаем им счастья. На сегодня это всё. Уважаемые могилевчане, ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфо-собака-tv2.by. Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте, в официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными. Любите свой город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова